На нашу радость этот день города, если можно применить это слово, был самым урожайным, до дня города сколько детей в один день не рождалось. Я рад, что 48 пап и мам, 48 семей стали счастливы в этот день, 28 девочек и 22 мальчика. Безусловно, хорошая традиция вручать сертификат детям, которые родились в этот день и материальную поддержку 5000 гривен. Она тоже играет свою роль в воспитании патриотического или, как сказать, уважительного отношения к собственному городу. Но что еще радует, я каждый раз, когда встречаюсь в таких условиях в роддоме, я задаю один и тот же вопрос. Как вам здесь было? Какие условия, как люди относятся? Вы слышали, как дружно сказали, очень здорово. И безусловно, у нас есть проблемы на 2,5 гривен на койку, дорогие лекарства не сильно купишь, родители приходят участвовать в приобретении лекарств, если не нужны в первые минуты оказания помощи. Но что касается отношений специалистов, врачей, условий пребывания, я рад, что наши Днепропетровские родильные дома находятся на таком серьезном, хорошем уровне. И это тоже, наверное, способствует увеличению рождаемости детей в городе Днепропетровске. Поэтому будем восстанавливать и строить детские сады, школы у нас с запасом есть, есть проблема, снижается население в Украине, в Днепропетровске тоже. У нас сегодня всего миллион, грубо говоря, 40 тысяч населения. Если не будем много рожать, то через 5-6 лет можем перестать быть городом-миллионером. А не хотелось бы, хотелось бы, но, по крайней мере, пока я мэр, такого не случится. Все будем делать для того, чтобы, сами пойдем рожать для того, чтобы город действительно пополнялся молодыми людьми, и это основа и будущее нашего города. Дмитрий Иванович, родилась и однодвоение, а как мы финансовую поддержку получили они на каждого ребенка? Конечно же, конечно же. Мы, никто же не говорил, мы в прошлом году поспорили, родились у нас, где прописаны, как это получилось. Мы говорим о тех, кто родился и живет в городе Днепропетровске, все получили сегодня 5 тысяч гривен. Родилось двое детей, и, конечно, двое и получили.